Кадры из документальной ленты ушел из дома в сторону леса. С этим фильмом Наталья Егорова делает первые шаги в большой и красочный мир кинематографа. Журналистка по образованию Наталья все же решила посвятить свою жизнь режиссуре, о чем мечтала еще в детстве. Чтобы представить свою работу на 12-м всероссийском кинофестивале «Соль земли», девушка приехала из Москвы. В центре сюжета история одного поиска. Больше суток режиссер провела вместе с поисковой бригадой Лиза Алерт и весь свой опыт передала в картине. Документальное кино показывает жизнь, а она порой преподносит такие сюрпризы, что и придумывать специально ничего не приходится. Пока снимаешь, ты постоянно думаешь, правильно ли ты снимаешь, что надо еще снять, что надо добавить, что было бы хорошо еще. И уже на самом деле в процессе съемок ты монтируешь. Это уникальность документального кино, потому что в игровом кино ты все-таки снимаешь по сценам. В судействе фестиваля именитые кинокритики, профессорский состав в ГИКа и режиссеры из России, Белоруссии и Грузии. Кинопраздник объединяет творческих людей из разных точек мира. В этом году в основную программу вошли более 50 фильмов по пяти номинациям. «Здесь и сейчас», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Кому грядешь» – фестиваль проводится в Самаре не случайно. Документальное кино и самарскую землю связывает общая история. Именно здесь, тогда еще в Куйбышеве, открылась первая студия кинохроники по Волжье. В годы войны ее кадровый состав усилился за счет эвакуации сюда центральной студии. Кроме людей сюда перевезли оборудование, что вместе в совокупности дало невероятный толчок для дальнейшего развития. Сегодня в кино стало больше возможностей. Современное оборудование позволяет передать каждую деталь, каждую эмоцию, поймать даже шорох листвы. Из-за чего кинолент становится в разы больше. На одну и ту же тему можно встретить десятки тысяч фильмов. Самое главное, что говорит о действительно успешном кино – это целостность мысли. Автор должен сам четко понимать, о чем он хочет поговорить со своим зрителем, уверены эксперты. Ну как только возникает возможность зрителей увидеть документальное кино, возникает тот ток взаимодействия документальных героев через призму авторского видения со зрителем. И это необычайно обогащает зрителей и сохраняет их любовь к документалистике. Поэтому я и люблю Самарский фестиваль. За 12 лет фестиваль пришелся по вкусу самарскому зрителю. У него появились постоянные гости. Самое предъявительное здесь – это быть ближе к такому далекому и манящему миру кино. Каждый год проходят творческие встречи с именитыми режиссерами, сценаристами и актерами. На этот раз о своей истории рассказала заслуженная артистка России Инга Аболдина. Показ фильмов на фестивале документального кино «Соль земли» пройдет до 20 сентября. После каждой ленты обсуждение с авторами в формате без галстуков. Мария Левина, Максим Гусев. События.